Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня красивейшая выкладка, дерзкая колода опять же с нами, как мы ее назвали за определенные происшествия при съемках. И я думаю, что сегодня посмотрим тему весьма и весьма интересную, которая звучит так. Затаил ли человек обиду? Будет ли он мстить, например, вам? И что вообще вам от этого человека ожидать дальше? Для кого этот расклад? Для тех, у кого возникло определенное недопонимание. То есть, если у вас прям вот все сказочно, персиково, апельсинно и розовенько, то это не ваш случай. Это вот именно когда то ли человек замолчал, то ли вот вы видите, что не так как-то на вас смотрит, то ли был какой-то конфликт. Вот дальше чего ожидать? Будет ли человек занимать такую позицию? Я мстю, мстя моя страшна. Если на эту или другую тему вы хотите индивидуальную консультацию, в прикрепленном комментарии в описании к этому видеоролику ссылочка на видео, в котором подробно с уважением к вам я рассказываю, как именно вы можете получить индивидуальную консультацию для себя. Естественно, в общих раскладах идет огромный поток интереснейшей, полезной информации, но личный расклад это всегда более мощное средство решить какой-то свой вопрос. Сегодня без великих и ужасных, потому что красивые рубашки, я думаю, что вы сможете выбрать. Первая, вторая, третья позиция. Хотите по порядку выкладки, хотите по карте, по рубашке, да, карт, хотите по порядку открытием. Но как вам нравится, пожалуйста, так и загадывайте. И для тех, кто выбрал позицию номер... А давайте позицию номер 2. Начнем с нее и посмотрим, что же тут. Чем отличается сегодняшняя выкладка? Ну, тем, что практически все классика. Классические, близкие к классическим изображениям. Давайте смотреть сигнификацию сразу. Ну, вы знаете, здесь есть определенные капризы. Могло быть какое-то такое би-би-би-би-би сообщение. У кого-то прям серьезно человек... Бэ-бэ-би-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так, да, сказал. То есть какие-то оговорочки такие, переговорочки. Перегавочки такие были. По интернету кто-то голосовых накидал. Так что, напихал туда просто в телефон, что телефон мог лопнуть просто. Что у вас, что у этого человека. Если не тот случай, если никто не выражал своего неудовольствия, если никто ни с кем не спорил, то тогда тема расклада не совсем ваша, либо загадывайте другую позицию, в ней, наверное, будет что-то другое для вас. Вы знаете, здесь история, когда человек хотел выйти победителем из того, что сложилось, не то, чтобы сохранить свое лицо, а здесь есть история самодовольства определенного, когда человек, а все равно последнее слово будет за мной, вы ему слово, он вам 10, и до победного конца вода может уже засыпать, а все равно догавкиваться в телефоне, вот такие вот моменты могут быть, либо даже если вы в одном доме находитесь, человек может уйти в другую комнату и пытаться вам отсылать все равно какие-то сообщения. Для кого-то история с детьми, с животными, с подопечными вашими какими-то, давайте так смотреть, настроен ли человеком мстить в данном случае. Ну, вы знаете, человек настроен, во-первых, владеть ситуацией, то есть здесь вот человек не успокоится, пока его слова не будут приняты во внимание, это может продолжаться долго. Давайте как настроен к вам сейчас. Ну, вот смотрите, то, что сказали про самого человека, про определенное самомнение и самодовольство, в этом как раз-таки обвиняют сейчас вас. То есть могут говорить, ой, ну, конечно, Настенька у нас всегда самая красивая, самая такая вот умная и все про нее, про нее. То есть здесь человек вас будет обвинять в том, что он допускает сам, ваш адрес в том числе. Здесь очень четко ложатся карты, которые как раз-таки и говорят, что вас воспринимают как какого-то самодовольного товарища из области. Ну, вот Олечка могла бы со мной согласиться. Вот просто мы же, допустим, дружим, у нас же вроде как хорошее отношение, могла бы просто согласиться и ничего мне в пику не говорить. Хотя человек, знаете, неплохо настроен к вам, в принципе. И здесь вопрос не мести, то есть здесь вопрос не в том, что человек будет прямо мстить вам, но человек может пытаться самоутверждаться за ваш счет. Вот это есть. То есть здесь, как только будет какая-то возможность, человек вместо того, чтобы говорить о вас или о проблеме в целом, будет все время я-я, головка от патефона. Постоянно будет вот эта история. Ну, человек, да, постоянно, вы знаете, промолчит и будет опять возвращаться к этой ситуации. То есть здесь прямо на мстить вам человек не решил, относится вполне по-доброму к вам, но все равно на вашем фоне хочет быть звездой, то есть чтобы хотя бы на миг признали его превосходство. Как можно разрешить эту ситуацию? А вы знаете, здесь вот, кстати, какое-то согласие, да, с тем, что говорит человек, это не будет лучшим решением. Может быть, потом для вас-то будет иметь какие-то последствия. Здесь карты говорят о том, что вы имеете полное право не то, чтобы гнуть свою линию, но обидеться на то, что ваше мнение не воспринимается всерьез. Вот как бы это парадоксально не звучало, да, казалось бы, хочешь помириться с человеком, возьми и уступи. А здесь карты не говорят о том, что вам надо уступить. Наоборот, здесь карты говорят о том, что вам стоит обидеться и даже, может быть, что-то потерять из-за своей обиды в этой ситуации. Тогда человек может посмотреть на вас и сказать, ну, для Тани действительно эта ситуация важная, потому что у Анжела у кого-то имя, кстати, выходит, потому что упирается до последнего. То есть, да, вот бывает такое, что нас не воспринимают всерьез, пока не видят, что мы там готовы заплатить, мы готовы что-то потерять. Но для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы свое мнение все-таки озвучить, доказать, рассказать, обосновать. И тогда человек скажет, а, ну, ей реально здесь все-таки это интересно и все-таки реально это для данного человека серьезный вопрос. Перспектива разрешения. Ну, скорее всего, кто-то вообще благополучно за своей правдой свалит в туман. Кто-то вот уйдет просто в сторону своей правды, даже может прекратить общаться. И здесь человек может сказать, что для меня вот такое решение. То есть, я отошел, я посмотрел со стороны на эту ситуацию, все равно я своего решения не изменю. На этом может закончиться не только ситуация, но и отношение, или будет какая-то перезагрузка достаточно жесткая отношений. Но, возможно, это важно. Давайте вам предостережение совет. Ну, вы знаете, как знаете, что такое хорошо и что такое плохо? Донесите свое мнение о человеке до человека. Если вопрос касается машины, судебных, юридически значимых вопросов, да, каких-то, то в данной ситуации вам лучше всего будет все-таки объяснить по законодательству со ссылкой на какие-то юридические, да, вот, трактаты, чтобы человек понимал, что вы не шутите. Не пытайтесь что-то возвращать, возвращаться к тому, чтобы доругаться и просто продавить и победить. Но обоснуйте свою точку зрения и найдите серьезные причины, по которым вы именно так думаете, именно так рассуждаете, а не иначе. Это может быть ваш жизненный опыт, это могут быть какие-то события, которые уже происходили, из которых вы сделали выводы. Потому что иногда, да, особенно если с кем-то младшим споришь, или человек может быть по возрасту, как ты, или старше, но он не догоняет. Ты понимаешь, что в этой сфере человек мало что понимает. И вот тогда спорить бесполезно, потому что человек тебя не понимает. То есть до твоего уровня человек пока не дорос. И объясняет ребенку, что там, допустим, неправильно, переходи там, допустим, на красный свет или что-то еще. Есть просто запреты. То есть иногда надо просто запретить, а доказывать бесполезно. Иногда надо просто обидеться, чтобы дать понять, что с вами так нельзя, что вас это не устраивает, и вы так не будете, как вам предлагают общаться. Вот это выход для вас в этой ситуации. Ну уж на сколько выход, в какую сторону выход, это уже другой вопрос решать вам. Вторая позиция, третья по порядку выкладки. Давайте смотреть, что здесь. Что здесь с ситуацией. Ну, кто-то прямо надулся, как мышь на крупу. Более того, у кого-то ситуация даже такая, когда человек может заболеть от того, что произошло. Заболеть, расстроиться, ждать каких-то действий, решения ситуации от вас. К сожалению, у кого-то здесь есть еще и вопрос, когда есть вопросы по здоровью, решение их на платной основе. Запах, конечно, идет от колоды ядрен батоновый. Пластиком таким ядреным. Хотя она у меня в свое время и почти две недели пролежала на открытом воздухе, на природе, при хорошей погоде и при ветре. Причем только нет, но не выветривается. Это к сведению тех, кто захочет купить подобную колоду. Так, давайте дальше смотреть. Ну, да, ситуация здесь тяжелая. Человек, возможно, и вы сейчас, да, вот как будто бы залипли и думаете, то ли решать это как-то, то ли поступить с тобой так, как ты поступил со мной когда-то некрасиво. Но пока что все это затягивается. Пока можете и вы достаточно долго сомневаться в том, какое решение принять. И человек как будто бы сейчас ограничен в возможностях какие-то решения принимать. Кто-то где-то нас свистел, и кто-то ожидает подставы. То есть здесь вот каждый в этой ситуации может не верить в порядочность другого человека и ожидать того, что, ну, вот Юлечка сейчас подосрёт, да, вот есть такие ощущения. И человек может испытывать вот эти сомнения, думая о том, что, ну, да, вот сейчас доверь что-то и получится, хотели как лучше, получится как всегда. Будет ли человеком мстить? А вы знаете, здесь вот человек, если и начнёт мстить, то с перепугу. И здесь может быть такая история, когда, особенно если есть те, кто его накручивают и говорят, ой, да Юлка у нас такая мстительная, а ты сейчас вот оглянуться не успеешь, она тебе подлянку какую-то сделает. Вот здесь та история, когда человек думает, что мстить будете вы. И очень переживает по этому поводу. И ему иногда говорят о том, что лучше превентивно реши-ка как-то этот вопрос. Лучше ты ударь, чем тебя ударят. То есть здесь вот может, если и быть какое-то агрессивное поведение со стороны человека, то не столько потому, что он очень хочет мстить вам, а сколько здесь история, что человек очень сильно переживает, что вы развернёте что-то против него. Человек на эмоциях здесь вот. Тем более, что со здоровьем там проблемы однозначно есть. Собирается ли мстить? Ну вы знаете, из-за ложной информации может отомстить, даже если вы не виноваты, но он будет считать, что вот хорошо я первый успел, а то если бы я не успел, то меня бы закатали бы в асфальт. Вот такая тут история. Чем продолжится конфликт этот? Оба будут переживать. Вот знаете, в чём проблема здесь? В том, что по умолчанию друг друга все считают гондурасами. То есть здесь вот та история, когда и один, и другой с сомнением смотрят. Да, вот называется Алёшеньку мы знаем, он вечно как где-нибудь что-то замочит, так мало не покажется. И здесь вот та история, когда оба человека не высказывают свои подозрения. То есть оба себе надумали фигню какую-то и молчат эту фигню дальше. И это может касаться в том числе финансового вопроса, в котором нет достаточного прояснения. То есть кто-то может говорить, что кто-то втайне от кого-то копил, кто-то там неправильно потратил деньги, кто-то там не сказал кому-то о каких-то финансах, о какой-то важной ситуации. Вот здесь из-за недоговорённостей есть такой момент. Предостережение, давайте, совет. Смотрите, ну здесь не стоит возвращать человеку что-то, да? Вот как ты мне, так и я тебе. Или вот ты мне подарил, да забери себе, мне уже не надо. Вот этих вещей не делайте. Здесь исключите третьих лишних из вашего общения. Любыми средствами, манипуляцией, тактичной или нетактичной, но вам этих людей нужно подвинуть немножко. Обратите внимание на мужчину, знака земли или огненного знака, старше 39-40. Подвижный, активный, у кого-то Антон имя пройдёт. Вы можете помириться, но это будет не так скоро, как хотелось бы. Здесь смотрите, кстати, может защитить вас как-то своим словом. Не вот этот человек, он может более негативно сыграть, а женщина, знака земли или огненного знака, такая чуть-чуть бензопила дружба. Может быть, это чья-то мама из вот тех, кто собрались, если ли старшая родственница. Вот она как-то может расставить все точки над её мудрыми какими-то словами. Особенно если, допустим, вы знаете её оба, и вы можете поговорить, там, тётя Таисия, ну скажите вот так-то, так-то и так-то, если человек меня не хочет слушать, или я там боюсь напрямую прямо сейчас разговаривать с человеком, чтобы не наговорить друг другу пакости. Вот это можно. Но в любом случае здесь у вас даже колода закрывается картами, которые говорят о том, что в целом в рамках того, что происходит сейчас, примирение возможно в данном случае. Но видите, как третьих лиц, которые уже здесь были, лучше устранить из этой ситуации. Но вот эту даму, которая описывается выше, как раз-таки она здесь не навредит. Она, наоборот, может сыграть хорошую роль в вашем примирении. Конечно же, позиция первая, вторая, третья компот. Первая по порядку выкладки она была. Давайте смотреть. Так, что за ситуация? Ну, знаете, здесь у кого-то ситуации с бывшими, или даже может быть история с похоронами, с чем-то достаточно жестким и юридически значимым. И все это оценка. Вот каждый считает, что его обделили. И каждый готов бороться, сражаться по новому, как-то эту ситуацию пересматривать, озвучивать. Кому-то кажется, что денег или какой-то выгоды в его адрес должно быть гораздо больше в этой ситуации, чем ему досталось. Ну, да, здесь, смотрите, каждый хочет, ничего не делая, быть победителем. То есть, здесь вот может тихой сапой, либо ситуация, даже когда не тихой сапой, а абсолютным возлежанием на диване, пытаться вот перележать друг друга. Кто кого в ничего не делая не победит. Хотя ситуация может быть достаточно острая, если хорошенько петух клюнет кого-то, то поскакать может достаточно резво. Человек и полетят клочки по закоулочкам. Давайте отношения здесь в вашу сторону посмотрим. Есть ли какие-то планы, да, вот гадостные. Вы знаете, человек может мелко пакостить. Человек переживает, что вы можете ему примстить маленько. Более того, считает, что возможно, кто-то из ваших близких вступится за вас и надерет попу так, что мало не покажется. Считает, что вы в этой ситуации, так посмотрим, что делаете, что делаете. Что вы здесь более заметны, что все лучше знают вашу точку зрения, чем чью-то еще. Для кого-то это может быть противодействие, да, вот битва титанов, когда там какие-то на блогеры между собой никак не определятся. Вот такие моменты могут быть. Человек считает, что вы звездее, чем он. Вот это однозначно здесь. Но готов защищаться. То есть, вот называется, да, там, допустим, у меня подписчиков меньше, или там у меня знакомых меньше, если в быту, или там еще что-то. Но я буду биться до последнего. И может даже пробные какие-то укусы за левую пятку вам делать. То есть, вот называется, я надкушу немножко, посмотрю, как будет реагировать. Поэтому здесь о грандиозной месте нет какой-то речи, но про мелкие пакости это мы завсегда. Вот это да. Знаете, как тяпкнул, укусил чуть-чуть и отбежал. Вот такая вот история. Но если вам это как слону дробина, то, конечно, это хорошо. Но здесь, смотрите, человек может играть на эмоциях окружающих, и в том числе старших, которые могут надавить на вас, что принесет разрушение вам и порчу репутации, порчу взаимоотношений с кем-то из достаточно близких вам, возможно, людей или ваших каких-то последователей в вашем деле. Перспектива. Ну, смотрите, сколько веревочки не веся, все равно конец будет. Но здесь, скажем так, что если вы примиритесь очень быстро с этим человеком, то вас ждет потом подстава после этого. И потом придется долго разбирать еще эти эмоциональные завалы. предостережение совет. Смотрите, здесь отмалчиваться, пускать все на произвол судьбы, как-то вот просто понаблюдать за ситуацией, надеяться, ой, да само пройдет, что там, третий месяц беременности само рассосется, оно все не рассасывается и не рассасывается. То есть здесь вот, если вы просто будете ничего не делать в этой ситуации дальше, то узел будет затягиваться еще сильнее. Если вам есть что сказать в этой ситуации, вы обязаны сказать правду, вы обязаны сказать о том, где, например, нарушались ваши права, где была ложь, где было нечестно. И вы должны говорить, конечно, правду и реагировать быстро на эту ситуацию. Если есть какие-то вопросы по документам, то вы должны предоставить документы, быстро собрать какие-то бумаги, которые могут быть вам полезны. Однако на сбор этих бумаг у вас уйдет побольше времени, честно говоря, чем вы ожидали. Вот такая вот история. Такая вот здесь история. Я желаю вам, друзья, удачи и благополучия. И чтобы мсти не со стороны никого не было в вашей жизни. Потому что месть – это всегда та ситуация, которая достаточно серьезно выматывает. и даже если вроде бы месть прошла успешно, то после этой мести может завязываться дополнительно еще какая-то сложная ситуация, которая будет выходить боком любому участнику соцсоревнований. Поэтому здесь рекомендация стараться меньше мстить. Если отвечать, то открыто они из-под тишка с открытым забралом, так скажем. Ну и всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания.